Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором всегда есть что посмотреть по танкам. И как обещал в предыдущем видео, снимаю отдельное видео по Бизонте С-45, который сейчас вышел на продажу в составе комплекта СОМУ АСМ. По СОМУ видео есть на канале, заходите, посмотрите, ссылочку положил в описании. Что касается самого набора, высказал свое мнение в предыдущем видосе, но если вдруг лень переходить туда, то кратенько скажу. Я считаю, что данный набор вполне себе приемлем по сочетанию цена-качество. Если говорить о том, что данные тачки, понятное дело, не стоят 8,5 в голом состоянии, то 7 тысяч каждая из них голышом стоит однозначно. Ну а здесь, ребят, на 500 голды дешевле вы получаете 2 вполне себе годных восьмерки, на которых можно фармить серебро, которые предоставляют вам абсолютно разный геймплей. Это действительно очень радует, не люблю, когда похожие танки ложат в один комплект. Ну и что касается наполнения самого набора, то открытое все оборудование по приблизительным подсчетам где-то в районе 4,5-5 миллионов серебра экономим. Что касается легендарных внешних видов, то на Бизонте просто имба-имбовая, и мне очень обидно, что данного внешнего вида у меня нет на моем Бизонте. Ну а что касается внешнего вида на СОМУ АСМ, то я бы сказал ни о чем, и даже если бы его здесь не было, то в целом ничего страшного, можно было бы вполне спокойно одеть что-нибудь другое. Кстати, что касается СОМУ АСМ, вот там вот в описании как раз и есть видос отдельный по СОМУ, а там где мы его тестировали, заценивали броню и так далее. Что касается дополнительных плюшек по 25 бустеров, это довольно-таки круто, разного вида, ну и целых 20 иксов по 5 на каждую из машин. Короче говоря, вполне себе годно и вполне себе приемлемо по ценнику. Да, не супер дешево, но и недорого, то есть вполне адекватная цена для вполне адекватных машин. Ну, что касается СОМУ АСМ, уже поговорили в предыдущем видосе, а вот что касается Бизонты С-45, то снимаю отдельное видео, потому что здесь есть о чем поговорить. Стоит отметить, что данная тачка в принципе должна была позиционирована быть в игре по большому счету как средний танк, но почему, к этому вопросу вернемся позже. А в чем он не дотягивает до среднего танка, так это в первую очередь в отношении скорости машины при движении вперед. Всего лишь 35 км в час максималки, но это действительно для Бизонты очень мало. Да, классная бодрая скорость отката назад, целых 19 км, это позволяет вовремя спрятаться. Спрятаться на недолгое время перезарядки магазина, в частности одного снаряда имею ввиду, который составляет менее 6 секунд. Что касается второго снаряда, то он является резервным и если вы его откинули, то понятное дело, что уходите на более долгую перезарядку. И это существенно проседает, ну простите, приводит к существенному проседанию машины в бою. Поэтому использовать данный снаряд необходимо только тогда, когда прям вот совсем-совсем игра требует от вас данного действия. А так лучше храните его и ни в коем случае не играйте от второго снаряда. Ну а что касается первого, который вы откидываете, но по счету он здесь второй, то, как я уже говорил, менее 6 секунд перезарядки это очень крутой показатель по времени перезарядки, как для цикличного орудия, если использовать именно игру от одного снаряда. Также стоит отметить неплохое пробитие в 236 мм и, я бы сказал, существенный урон в 310, если померить его именно в сочетании с временем перезарядки. Что касается времени сведения, здесь 4,2, но заценим в бою, что касается разброса, там же будем на это все дело смотреть. Вот эта цифра 2247 мне слабо объяснима. Сейчас объясню почему, потому что если мы берем за основу 6 секунд время перезарядки одного снаряда, ну и соответственно берем 60 секунд в одной минуте, то получается, что за минуту мы делаем 10 таких выстрелов. 10 выстрелов по 310 среднего урона, по моим подсчетам, ребят, получается 3100 единиц ДПМа. Но это если вы будете играть именно одним снарядом, как цикличным орудием, а вот этот резервный, как я уже говорил, будете беречь. Ну что, ребят, то, что можно было обсудить в отношении орудия и двигателя, мы обсудили, а теперь давайте уделим немножко внимания броне, которая здесь, ну прямо скажем, нежирная. Если мы снимем с вами вот эти вот экраны, которые помогают защититься от фугасов, то здесь мы видим броню типичного среднего танка. Оттяжа здесь только названием. И да, действительно, Бизонт из-за этого очень сильно страдает. Если бы у него была подвижность хотя бы 45 км в час, то тогда бы он мог играться как нормальная полноценная СТХ с названием от ТТ, ну и соответственно показывать себя неплохо на линии средних и легких танков. Ну а с учетом его вот этой вот скудной скорости движения, я бы сказал, что на данном направлении Бизонты играется не всегда хорошо, потому что ты просто не успеваешь за своими союзниками, либо не успеваешь за своими соперниками. Ну что, берем тачку и поехали посмотрим, на что она реально способна в бою. Итак, ребят, поехали. Поехали сразу на направление средних и легких танков. К тяжам ехать у меня нет вообще никакого желания, ну просто потому что я для них лакомый кусок, меня будут все полностью пробивать. И даже если я буду пытаться отыгрывать от какой-то неровности, допустим, потенциально, ну правда не на этой карте, пользуясь крутым углом склонения орудия, то даже при увеличении брони в башне путем увеличения приведенки, все равно это не спасает от пробитий. Ну а что касается ровных карт, то здесь Бизонты будет прям страдалец, страдальческий. Ну а вот на линии средних и легких танков машина играется вполне себе комфортно. Я по началу боев, когда играю на Бизонты, не лезу на передовую, жду пока там начнется какой-то замес. Первые там пару секунд боя отыгрываю на каких-то более дальних расстояниях, ну а потом уже подкатываюсь и начинаю помогать работать именно вблизи по соперникам. Ну это не говорит о том, что в начале боя я ничего не делаю, просто наблюдаю. Я отстреливаю, я откидываю. И вот сейчас я использую резервный снаряд для того, чтобы добрать. Не успеваю, там союзник в принципе помог, но в целом это был потенциально второй фраг. И именно в таких ситуациях стоит использовать резервный снаряд. Когда рядом нет больше соперников, когда ты гарантированно, как мне сейчас казалось, правда, забираешь своего соперника, оно того действительно стоит. Стоит отметить, что Бизонты С-45 однозначно понравится большинству игроков по одной простой причине, потому что он действительно комфортен. Главное просто помнить о его недостатках, о его несущественной подвижности и его картонности. И вот если вы вот эти вот все вещи научитесь хотя бы частично нивелировать, поверьте, вы будете получать массу удовлетворения от игры на данной машине. Я, по крайней мере, получаю. Я купил Бизонты по большей части, наверное, даже из жадности на аукционе, нежели потому что мечтал об этой машине. Но когда я его купил, поиграл на нем, я понял, что я не совершил ошибку. Ребят, это не реклама Бизонты. Я просто высказываю свое субъективное мнение по поводу данной тачки. Если вы со мной не согласны, то вы всегда можете написать об этом в комментариях. Я не удаляю такие комменты. Комментарии удаляются только в случае, если там используется нецензурная лексика, либо прямое хамство ко мне как к автору, ну а уж тем более как к человеку. В других случаях я не удаляю, потому что каждый имеет свое мнение, каждый имеет право на высказывание своего мнения, а уж тем более по таким вещам, как танки, товары в магазине и подобные вещи. Сейчас дозаряжусь и дальше уже буду реализовывать. Ну ладно. Дозарядились. Теперь давайте. Не успел. Не успел добрать, вот как-то так получилось, что два фрага не вышло. В общем, каждый имеет на собственное мнение право, и, соответственно, вы свое мнение можете высказать в комментариях по данной машине. Но желательно, чтобы это делали те ребята, которые играют на Бизонты, у которых есть Бизонты в ангаре, а не те, кто смотрели какие-то другие обзоры на других каналах, и благодаря этим видео сформировали свое какое-то субъективное мнение, не имея фактических данных в отношении данной машины. 2240 единиц урона. К сожалению, всего лишь один уничтоженный соперник, но потенциально их могло быть три. Я просто один раз не успел добрать, а второй раз мне помогли. Ну, в общем, как есть, так есть. Бой как сложился, так сложился. Ничего не вырезаю, ничего не выбрасываю, потому что хочу, чтобы вы видели все таким, какое оно есть на самом деле. И на самом деле, Бизонты далеко не самый худший тяжелый танк на уровне. Просто он не тяжелый танк. И если вы будете об этом помнить, то, соответственно, ваши шансы получить удовлетворение от игры на данной машине существенно улучшаются. Сейчас похвалим наших соперников. Они оказывали достойное сопротивление. И считаю, что за это могут рассчитывать на лайкос, по крайней мере, от меня. Ну, а что касается покупать или не покупать Бизонты, здесь уже вопрос к вам. Я лично в свое время купил и не жалею. А стоит ли приобретать вам? Ну, думайте сами, подходит ли вам такой геймплей. Если вам нужен породистый тяжелый танк с хорошей броней, крутой живучестью, то это явно не Бизонты. А вот если вам понравится скорострельное орудие с классной точностью и возможностью добирать кого-то благодаря вот этому резервному снаряду, то тогда Бизонты, наверное, для вас, в принципе, и проектировался. Я пошел снимать следующее видео специально для вас. Вы, друзья мои, если хотите не пропускать новости, бонус-коды, открытие контейнеров, про крутые рулетки и все остальное, я думаю, знаете, что делать. А еще буду благодарен, если лайкните данный видос. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.